Россия сверхгосударство, но только в отчетах чиновников и в кремлевских эфирах. Главный фейк это то, что они занимают какое-то ведущее место в иерархии ведущих стран мира. Чтобы казаться самыми-самыми, Кремль плотно и правильно работает с Федеральной службой государственной статистики. Правильную статистику про победы на всех экономических фронтах. Там, как мы докажем в этом сюжете, просто рисуют, выдумывают. По метрикам Росстата стали оценивать выполнение президентских указов, а значит и работу губернаторов. Понятно, что попросить подкорректировать некоторые из них легче, чем добиться фактических улучшений. И не исключено, что где-то на такое идут. Ведь от губернаторов в определенной степени зависит, как будет жить конкретный сотрудник Росстата. Проверить региональную статистику из центра практически невозможно. Ведь если в отчетах не врать, то смотрите, что получается. В относительно стабильном 2019 году Росстат сообщил. У 80% российских семей сложности с покупкой самых необходимых вещей. Третья часть опрошенных не способны приобрести даже две пары сезонной обуви каждому члену семьи. Но это, правда, жизни оказалось слишком болезненной для сверхдержавы. И потому с тех пор подобных опросов Росстат не проводит. В России более трети семей живут без канализации. В больших городах в половине квартир, представьте себе, многоэтажек, нет туалетов. Ходят на улицу. Поэтому такая культура. Поэтому они крадут унитазы. Ходят на улицу. Но только не в эфирах пропагандистов. Там Россия и россияне давно достигли экономического процветания. Реальные доходы россиян выросли семикратно. При Путине миллионы россиян присоединились к мировому среднему классу. Сам Путин пошел еще дальше. Он всерьез в 2020 году хвастался, что средний класс составляет в России 70%. У нас таких достаточно много. Уверенно свыше 70%. Это не средне-посредственный класс. Но вы знаете, ведь мы должны исходить из реалии. Посредственно. Тогда кремлевских чиновников просто подняли на смех. Ведь путинская статистика называла средним классом человека с месячным заработком в 17 тысяч рублей. А это всего 232 доллара по курсу 2020 года. Людей, реально получающих 17 тысяч рублей, которые получают 17 тысяч рублей, платят потом 6 тысяч рублей за ЖКХ. И потом не просто считают копейку от зарплаты зарплаты. Они не могут купить себе ничего. Для них, если ты получаешь 17 тысяч рублей, живешь в Москве или даже в регионе, ты не можешь себе купить кофе и булочку на обед. Всемирный банк считает, что средний класс начинается от уровня в полтора раза выше уровня бедности. Вот только уровень бедности, который установил Росстат, не выдерживает никаких мировых нормативов и критики, а на деле означает полуголодное существование. Сегодня он на уровне 11 тысяч 908 рублей в месяц. Это 145 долларов. Бедность – это черта физического выживания. 11 тысяч рублей – это, знаете, голая жизнь по Агамбину. Это ползти до пятерочки, покупать себе пачку рожек и ползти домой. Да, по корошке. Желательно в землян. Только людей на грани голода, которые получают меньше 12 тысяч рублей в месяц, в России признают бедными. И даже при всех статистических перекручиваниях выходит, что таких аж 16 миллионов человек. Она мне продукты привозит. Она мне дает продукты. Вдог. 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 По следующей причине. Настоящего свинину или говядину. Я уже не помню, когда я орел. Всего же в России живет 145 миллионов человек. Девятое место по населению в мире. И еще один повод для гордости пропагандистов. Граница России нигде не заканчивается. Но оказывается, и это ложь. Эксперт Росстата Алексей Ракша поплатился должностью, когда рассказал, что многие губернаторы в Российской Федерации, внимание, приписывают 25-60% населения, чтобы получать больше бюджетных средств. Ракша считает, что такое не редкость во всем мире. Но только в России это стало определяющим для политики. В таких авторитарных обществах, которые стремятся к экспансии, как, допустим, Ацтольская Германия или фашистская Италия, все время стоит вопрос расползания, увеличения, державности, имперскости. И для этого нужны люди. Если у вас нет людей, вы не будете империей. Невозможно быть супердержавой с долей населения мира 1,85, как в России. Не бывает так. Вот Китай держала, да, потому что там это сколько там, 15% населения. А России нет и никогда не будет. Но это не мешает сторонникам Путина называть Россию экономически развитой страной. Они ставили себя на 8-9 место. На самом деле они считали свой ВВП по паритету покупательской способности, а не по реальному курсу. По реальному курсу ВВП Россия уступает даже Северной Корее. На самом деле это очень маленькая экономика, которая занимала 1,5% мирового ВВП до горячей фазы войны, а не 3,5-4%, как они говорили. А сейчас занимает меньше 1% ВВП в мире. К примеру, США 22%, Китай 15%, а Россия уже по текущему курсу меньше 1%. Сейчас, когда Россия попала в экономическую блокаду из-за развязанной ею войны, вранье только усиливается. В идеальной имперской картинке санкции не нанесли существенный вред рублю. На этом настаивает Путин. Тот блиц-крик, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся. Чтобы Путин мог уверенно врать россиянам, пришлось заплатить за нарисованный курс рубля. Путин хочет видеть курс рубля стабильным. И экономический блок правительства, несмотря на абсурдность таких действий, удерживает его значительно завышенным. Россия потратила на это 35-40 миллиардов долларов. На самом деле, по моим подсчетам, курс 130-140 рублей за 1 доллар. Они утверждают, что там около 80-85. Конечно же, главная надежда и опора сверхдержавы – это многочисленная и хорошо экипированная армия. Он же российский вертолет К-52. Ударный разведыватель. И один из самых мощных и самых современных вертолетов российской армии. В своей суперсильной армии Российская Федерация убедила даже мировую статистику, которая поставила ее на второе место. Российская армия куда больше готова к военному конфликту, готова оперативно реагировать, способна куда эффективнее проводить слаженные операции. Но и тут слова и цифры на бумаге расходятся с реальностью. На войну в Украину российские генералы отправили военные машины, обитые деревяшками. А российским солдатам выдали просроченные на много лет сухпайки. Что стало предметом для ядовитых шуток в Украине? Вот, например, глава Национального агентства по предотвращению коррупции Украины официально благодарит Сергея Шойгу за хищение денег армии Российской Федерации. Агентство выражает искреннюю благодарность министру обороны Российской Федерации Сергею Кужгетовичу Шойгу за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы обеспечения для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе двух государств. В Украине и во всем демократическом мире уже давно смеются с дутой мощи так называемой сверхдержавы. И не за горами то время, когда вся неприглядная правда про истинное положение вещей дойдет и до самих россиян, преодолев все преграды Кремля. Будь то фейк-статистика или пропаганда телевидения, которая на этой статистике паразитирует и пудрит россиянам мозги. Всего доброго, друзья. До свидания. До свидания. Берегите себя. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok